Всем привет! Я в ЖШВ на экономическом форуме Украина-Польша. И не удержался от соблазна зайти в интернет и поделиться с вами своей радостью, потому что, проглядывая новостную ленту, увидел, что появилась информация относительно того, что СБУ подозревает Надю Савченко в национальной зраде. Ну, в связи с нашумевшим делом Рубана, и там нашлись какие-то пленки, которые позволяют говорить о том, что они готовили государственный переворот. Это в какой-то степени, знаете, ну просто момент истины, потому что я относился к тем людям, которые изначально очень холодно и скептично смотрели на этот проект Медведчука и тот факт, что наконец-то ее начинают выводить на чистую воду и отрежут ее от выполнения тех функций, ради которых ее очень долго и упорно лепили, а в этом нет никаких сомнений, достаточно прочитать ее автобиографию и задать себе элементарные вопросы, почему столь бездарный человек, как военный, как политик вдруг почему-то оказывался в нужное время в нужном месте и его тянули за уши, несмотря на все эти ее бездарности. И вот тот факт, что наконец-то ее начали брать за жабры, он, откровенно говоря, очень радует. Понятно, что не нужно там строить каких-то иллюзий, что начинается кардинальный слом, но как минимум это неплохой звоночек для всей той шоблы, которая тусила в обойме Медведчука и которая сделала немало горя для нашей страны. Поэтому лед тронулся, господа присяжная. Надеемся, что Надя отправится, если не в тюрьму, то назад в Россию и там будет выносить мозг своим покровителям, потому что сейчас она за границей и, не знаю, вернется, не вернется. Я думаю, что все-таки вернется, и мы еще увидим этот бурлеск, этот политический сериал, который продолжается уже несколько лет в ее исполнении. Но самое главное, что флер героини слетает и она не будет уже представлять такой опасности, как медийная личность, которую построили, используя современные коммуникационные технологии, наши северные соседи из Запоребрика. Всем привет! Сегодня будут еще видосики.